что делать если у тебя вай фай без доступа к интернету в операционной системе windows 11 если ты столкнулся с такой проблемой то смотри это короткое видео до конца я покажу несколько способов как решить данную проблему еще раз повторюсь смотри это видео до конца некоторые не смотрят до конца пробует первый способ потом пишут какие-то негативные комментарии что мне это видео не помогло или еще что то друзья если у других ваших устройств которым роутер раздает вай фай все в порядке с интернетом то есть на них есть вай фай это могут быть телефоны планшеты телевизоры и так далее а именно на вашем компьютере или ноутбуке отсутствует вай фай подключения как видите у меня такая ошибка без подключения к интернету у меня на телефоне все отлично с интернетом а на компьютере под операционной системой windows 11 нет интернета то давайте приступим непосредственно к первому способу решения проблемы друзья давайте первом способе мы зайдем настройки сети windows 11 и посмотрим что там находится кликаем по данному значку глобуса правой кнопкой мыши переходим в параметры сети и интернета и так друзья мы находимся в разделе сети интернет далее мы переходим в раздел вай фай и теперь друзья давайте перейдем в подраздел управления известными сетями и так друзья тут отображаются все сети которые мы подключались нашего компьютера или ноутбука друзья в первом способе я рекомендую сделать следующее если ваша вай фай сеть без доступа в интернет как мы видим моя вай фай сеть называется сильвио мы находим в разделе управления известными сетями нашу вай фай сеть и нажимаем забыть далее мы пробуем опять же подключиться к этой сети хочу также отметить что после того как мы забыли данную сеть нам придется ввести пароль от данной сети заново набираем свой пароль нажимаем кнопку далее пробуем подключиться к нашей вай фай сети итак друзья первый способ нам не помог мы по-прежнему видим ошибку без подключения к интернету давайте перейдем непосредственно ко второму способу решения данной проблемы для этого нам необходимо зайти в панель управления у кого есть ярлык панель управления на рабочем столе я уже в каком-то из видео показывал как вывести эти необходимые ярлыки на рабочий стол вы заходите через ярлык у кого отсутствует ярлык панель управления на рабочем столе правой кнопкой мыши щелкаете по меню пуск заходите диалоговое окно выполнить и здесь вы вводите всего лишь одну команду под названием control все команды я оставлю в описании под видео и нажимаете ok если у вас отображаются категории вы нажимаете крупные значки и переходите в раздел центр управления сетями и общим доступом windows 11 друзья может быть огромное количество причин почему отсутствует у вас вай фай в операционной системе windows 11 я не буду вдаваться в подробности мы сейчас будем исправлять данную проблему итак друзья мы находимся в центре управления сетями и общим доступом переходим в раздел изменения параметров адаптера далее друзья два раза кликаем на беспроводную сеть мы видим сведения нашей беспроводной сети кнопку свойства беспроводной сети но нас друзья интересует раздел свойства адаптера переходим данный раздел мы заходим в раздел айпи версии 42 раза кликаем и обратите внимание друзья у нас стоят значение использовать следующий адрес друзья если вы играли с какими-либо настройками vpn или настройками локальной сети вы могли по ошибке ввести сюда неправильные данные из-за этого у вас пропал вайфай ставите галочку получить айпи адрес автоматически и получить адрес днс автоматически и нажимаете ok здесь вы также нажимаете ok и обратите внимание пакеты у нас начали отправляться давайте проверим как мы видим у нас теперь появился интернет можем зайти на какой-нибудь сайт как мы видим все у нас работает вайфай у нас появился на нашем компьютере друзья но если и этот вам способ не помог то я рекомендую вам сделать следующее друзья для третьего способа нам необходимо опять зайти в параметры операционной системы windows 11 правой кнопкой мыши по меню пуск перешли в параметры теперь нам необходимо сбросить настройки сети мы переходим в раздел сети и интернет переходим в раздел дополнительные сетевые параметры здесь и будет находиться волшебная кнопка которая сбросит настройки сети на настройки по умолчанию то есть обратите внимание на вкладку сброс сети windows 11 восстановит заводские параметры всех сетевых адаптеров то есть у нас есть сетевой адаптер например вайфай у нас также есть сетевой адаптер lan это проводной интернет если мы нажмем на данную кнопку то windows 11 нас предупреждает что это действие удалит а затем переустановит все сетевые адаптеры и вернет для других сетевых компонентов их исходные параметры у вас здесь есть одна кнопка когда вы на нее нажмете сбросить сейчас windows естественно опять же спросит вы действительно хотите это сделать вы нажимаете да ваш компьютер или ноутбук перезагрузится и соответственно после перезагрузки проверьте появился ли вайфай на вашем компьютере или ноутбуке в моем случае мне помог второй способ решения проблемы вы это видели друзья надеюсь этот урок вам помог стать жирным и лайк и подписывайся на канал